Вечерний прайм-тайм продолжает программу «Новое время». В ближайшие полчаса расскажем о самых интересных новостях сегодняшнего понедельника в студии Ульяна Ашимова. Касым Жумар Тукаев провел заседание Совета о безопасности Республики Казахстан. Были приняты решения по повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники. По итогам заседания президент, председатель Совета безопасности дал ряд конкретных поручений по совершенствованию обороноспособности государства. Основными драйверами экономического развития в этом году стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль. Об этом в своем докладе главе государства сообщил премьер-министр Олжа Азбектенов. Он проинформировал президента Касым Жумар Тукаева о социальной экономической ситуации в стране в ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате паводков. Значительный рост показателей также наблюдается в сельском хозяйстве. Убрано около 4,5 миллионов гектаров основных зерновых культур. При средней урожайности 15 центнеров с гектара домолочено более 6,5 миллионов тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%. Глава Кабмина доложил также, что около 7,5 тысяч семей, пострадавших от половодия этой весной, получили жильем. Компенсацию на ремонт выплатили более чем 9 тысячам семей. И сегодня же состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана. Касым Жумар Тукаев поблагодарил Ильхама Алиева за то, что на пятые Всемирные игры кочевников, которые в эти дни проходят в Астане была направлена представительная спортивная делегация Азербайджана. Он также отметил высокую динамику двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность проведения Дней культуры Азербайджана в Казахстане, которые пройдут в конце сентября для дальнейшего сближения народов. Президент Тукаев также поздравил своего коллегу с успешным проведением парламентских выборов, а также подтвердил готовность и дальше предоставлять алматинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь, Ильхам Алиев заявил о намерении Баку и впредь прилагать усилия во имя дальнейшего укрепления сотрудничества с Астаной по всему спектру двусторонних отношений. Глава государства принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Зураба Полаликашвили. Касым Жумар Тукаев выразил благодарность за участие в церемонии открытия и поддержку пятых Всемирных Игр Кочевников. Президент подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма. В свою очередь, Зураб Полаликашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных Игр Кочевников в Астане. Кстати, Всемирная туристская организация ООН будет сопровождать три проекта в сфере туризма в нашей стране. А именно в экспертизе, в обучении и привлечении инвесторов, чтобы наши дестинации были видны на мировой карте. Три приоритетные территории – Бурабай, Алматинский горный кластер и Мангстау. Этому будет способствовать меморандум, подписанный между Управлением делами президента и Всемирной туристской организацией. Также Управление делами президента совместно с Министерствами цифрового развития и туризма в рамках развития курорта Бурабай масштабирует мобильное приложение. Оно будет включать в себя туристические тропы, предложения по аренде жилья, а также помогать туристам регистрироваться в миграционной службе и многое другое. Мы ожидаем, что по туризму будут привлечены дополнительные инвесторы. И сейчас мы видим, что председатель Международной организации туризма «Зураб» Попошвили проявил заинтересованность уременем цирфизации в стране. Соответственно, мы показываем на международных рейтингах хорошие показатели, хорошие, занимаем места в рейтинге. Соответственно, тот опыт цифровизации Казахстана данные коллеги хотят применить у себя и где-то мы можем даже помогать другим странам внедрять цифровые технологии для развития туризма. Тем временем, пятым Всемирным играм кочевников дан официальный старт в Астане. В торжественной церемонии открытия игр принял участие президент Казахстана Касамжумар Тукаев. За грандиозным представлением, которое развернулось воскресным вечером в Астана-арене, вместе с тысячами гостями со всего мира наблюдал и мой коллега Иргали Рамазанулы. Долгожданное событие наконец свершилось. Десятки тысяч человек собрались в Астана-арене на церемонию открытия пятых Всемирных игр кочевников. Огромный интерес к мероприятию проявили не только казахстанцы, но и иностранные туристы. Перед началом торжественного мероприятия в поле зрения нашей съемочной группы попали зарубежные гости в казахских национальных нарядах. Мое первое впечатление было просто вау. Такой футуристический город, погода хорошая, люди такие добрые. Я приехал посмотреть игры кочевников, потому что это что-то новое для нас. Узнать культуру кочевников, их быт и историю для нас интересно. Я планирую посетить все виды игр, но самое интересное, наверное, для меня это кокпар и жамбы Ату. Я в предвкушении. Впечатление, просто гостеприимство, это просто самое-самое лучшее. Самая лучшая страна, я думаю, это Казахстан, потому что гостеприимство, люди очень гостеприимные, очень добрые, душные. Просто впечатление топ-топ-топ. Я буду смотреть все эти игры, снимаю много контентов для вас, и Казахстан тоже, поэтому не могу дождаться. Лошади Баге Копар, я до сих пор не смотрел, но хочу смотреть вот эти игры. И вот он, тот самый момент, которого ждал весь мир. Торжественная церемония открытия пятых всемирных игр в Астане. Казахстан встречает кочевников и почитателей древних традиций со всех уголков планеты. География пятых всемирных игр поражает своими масштабами. Азия, Европа, Северная и Южная Америка, Африка и Австралия. 89 стран привезли своих лучших спортсменов. Парад делегации открыли представители Кыргызстана, страны-основательницы игр. Сборная нашей страны завершила шествие и сорвала самые громкие овации. Казахстан, республика! Република Казахстан! На церемонии выступил президент Казахстана Касым Жумар Тукаев. Глава государства поприветствовал высоких гостей и спортсменов и отметил, что кочевая цивилизация оставила глубокий след в мировой истории. Обладая инновационными для своего времени технологиями, кочевники Великой Степи содействовали глобальному прогрессу. Пять тысяч лет назад они одомашнили лошадь и сформировали всадническую культуру, распространившуюся по всему миру. Казахская земля дала миру таких выдающихся личностей, как Аль-Фараби и Ходжа Ахмед Ясауи, внёсших значительный вклад в развитие науки и гуманистических идей. Наши предки создали сильные государства и возвели в Великой Степи величественные своими размерами и красотой средневековые города, в числе которых Отрар, Туркестан, Тарас, Сарайшик. Выступая мостом между Западом и Востоком, кочевники способствовали сближению разных культур. Всемирные игры президент назвал Олимпиадой кочевников и особенным проектом. Касым Жумар Тукаев убеждён, что именно они помогут оберегать бесценное наследие и передать его молодому поколению. Мы благодарны кыргызским братьям, которые 10 лет назад впервые организовали данные состязания. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Главная миссия спорта – укреплять дружбу народов. Казахстан известен всем как территория мира и согласия. В нашей стране в гармонии и взаимопонимании живут различные этносы. Мы установили крепкие связи со странами ближнего и дальнего зарубежья. И хотим, чтобы другие государства также были в добрых взаимоотношениях друг с другом. Уверен, что игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности. После этого зрители погрузили в невероятный мир кочевой цивилизации. Богатую культуру и историю обычаи и традиции продемонстрировали через театрализованную постановку. Главный месседж сохранения нашего общего дома, планеты Земля и мира во всём мире. Глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган также убежден, что игры кочевников в Астане станут платформой для объединения ценителей тюркской культуры через спорт. «Такая форма интеграции будет только усиливаться. И я верю в дальнейшее процветание игр. Казахстан показал, что готов к проведению такого масштабного мероприятия. Выражаю признательность главе государства Касымжу Мартутукаеву за организацию на высоком уровне. Желаю успешного проведения игр». В программу также интегрировали выступления артистов. Ярким моментом вечера стал перформанс от Димаша Кудайбергена. Церемония поразила воображение миллионов телезрителей по всему миру. Но те, кому посчастливилось увидеть представление вживую в Астана-арене, говорят, что это ни с чем несравнимое ощущение. «Музыка, танцы, культура. Мы были впечатлены. Церемония была прекрасной. Мы приехали сюда впервые из Эмиратов. Но я хочу вам сказать, в следующем году мы обязательно будем участвовать и выиграем. Казахстан и Турция – братские народы. Поэтому я не мог это пропустить. Великолепная организация. Большое спасибо». На церемонии присутствовали почетные гости. Среди них президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулыберды Мухамедов, руководители международных структур ЮНЕСКО, Тюрксой, спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии и другие официальные лица. Впереди все самое интересное. Пятые всемирные игры кочевников продлятся до 13 сентября. Действительно, пятые всемирные игры кочевников вызывают неподдельный интерес у зарубежного зрителя. В их числе семья Шихудзиновых из Татарстана. Причин для особого внимания к играм у них несколько. Это и высокий статус соревнований, и участие сборной Татарстана в них, и то, что в судейском корпусе есть представители этой семьи. Открытие было интересное, такое разнообразное. Было интересно наблюдать за участниками разных стран. Еще лет 6-5 лет назад у нас отец ездил туда. И очень интересно наблюдать за этими играми, потому что там разные национальные игры присутствуют. На самом деле, открытие кочевников в Казахстане – это впечатляюще. Во-первых, предыдущие игры кочевников в этот раз, наверное, более массово. И больше стран, больше участников. Эти игры кочевников имеют огромное международное значение. А еще пятые всемирные игры кочевников открывают простор для контент-мейкеров со всего мира. По словам Мисута Эгемена, блогера из Турции, международные состязания по этническим видам спорта – это кладезь красивых кадров, неординарных ситуаций и драйва. Собственно, большая часть его YouTube-канала сегодня и состоит из трансляций игр, хайлайтов и обзора тематических мероприятий. Например, видеоцеремония открытия игр набрало десятки тысяч просмотров, подчеркнул блогер. Я публикую свои видеоролики на видеохостинг. Среди моих зрителей есть представители разных национальностей. Особенно много американцев, потому как они восхищаются кочевой цивилизацией, ее эстетикой и стилем. Активно следят за каждым видом спорта и с нетерпением ждут каждого выпуска. Тем временем Казахстан завоевал уже 25 медалей, из них 14 – золотых. И совсем недавно завершились соревнования по традиционной стрельбе из лука. В них померили силами 183 спортсмена из 33 стран. Мой коллега Илья Кудряков наблюдал за финальными поединками. Первый день спортивных баталий всемирных игр кочевников выдался по-настоящему жарким и зрелищным. Буквально только что в спорткомплексе «Аргемак» закончились соревнования по традиционной стрельбе из лука. Главное отличие традиционной стрельбы, скажем, олимпийского вида спорта – это наличие дополнительного оборудования. Если на Олимпиадах спортсмены могут использовать специальные прицелы и другое современное оборудование, то в традиционном стиле у стрелков только обычный лук и его навыки. Вообще попасть в мишень из лука на таком расстоянии довольно непросто. Здесь 70 метров. Но уверен, с моим мнением победители состязаний не согласятся. Спортсмены отмечают, что главное иметь твердую руку и не паниковать. Тогда точно получится попасть в яблочко. В целом, как вид спорта, стрельба из лука в Казахстане начала развиваться в 90-х годах. Именно тогда в стране начали появляться мастера стрельбы и открываться первые школы для спортсменов. А уже сегодня этот вид спорта входит в число одних из самых популярных. Но, честно говоря, ничего удивительного в этом нет. Традиционная стрельба из лука живет в генетической памяти намадов. С февраля месяца мы начали уже усиленно тренироваться, так как традиционная стрельба – это вид спорта, который развит во всех странах. И мы только недавно к ним включились. Поэтому мы знали, что нам будет нелегко, так как некоторые международные турниры участвовали и возвращались даже без медалей. Но мы все полностью как губка впитывали себя, изучали. И вот целый год старались все, что мы научились, в практике принять и использовать здесь, на нашей арене. Плюс наши стены все-таки нам все равно помогли. Мы здесь, на этой арене, заранее и тренировались, и учили погоду, понимали все ситуации, нюансы. И по прогнозам я, конечно, минимально сказал, что я обязательно со своей командой возьму одно золото. Если говорить в целом про выступления стрелков, то основными соперниками наших спортсменов стали сборные из России, Турции и Венгрии. Там этот вид спорта очень сильно развит. Но и у нас не хуже. По итогам выступлений второе место досталось именно венгерскому спортсмену. А вот первое и третье место заслуженно завоевали наши лучники. Всего участвовало 180 спортсменов. Прошли дальше лишь 16 лучших. Они соревновались в одной восьмой. А теперь успеха мы достигли и в финале. Золото наше. Мы старались добить соперников, хотя они были очень хорошо подготовлены. Видно, что все они имеют богатый опыт. Каждый из них приехал сюда со своим луком и стрелами. Первые победители уже вошли в историю пятых всемирных игр кочевников. Завтра станут известны имена новых чемпионов. Но уже в других видах спорта. Илья Кудряков, Толеген Бенсибаев, Жибек Жулы. И сегодня прошли соревнования по казахской национальной игре Тогас Кумалак. Символично, что они стартовали именно сегодня. 9 числа, 9 месяца и ровно в 9 часов 9 минут. Ведь ее название есть цифра. 9 Тогас значит 9. Логическая настольная игра на доске популярна во многих странах мира. Во Всемирной Федерации Тогас Кумалак к проведению соревнований отнеслись максимально серьезно. В преддверии пятых всемирных игр кочевников они запустили в стратосферу на высоту 35 километров настоящую игральную доску, чтобы подчеркнуть значимость события. Отмечу, на интеллектуальный ринг в Астану прибыли 114 участников. Помимо этого состоялась онлайн игра, в которой приняли участие почти 180 тысяч человек. Это мировой рекорд игры. Самому юному из них всего 17 лет, а самому старшему 70. Я пять раз участвовал в чемпионатах мира. В Казахстан уже тоже приезжаю в третий раз. Мне здесь очень нравится. Народ очень гостеприимный. Завтрашняя спортивная программа пятых всемирных игр кочевников начнется в 9 часов утра с соревнований «Жамбы Ату» в Этноауле и завершится в 18 часов состязаниями «То» по Тогас Кумалаку. Весь день спортсмены будут соревноваться в Кокпаре, Аудереспаке, Садакату, Казаккуресе, Кураж, Масрестлинге, Аксасыкату и Тогас Кумалаке. Соревнования будут проходить в Этноауле, на ипподроме Казанат, во дворце единоборств Ушкемпирова, ледовом дворце Алау и гостинично-спортивном комплексе «Думан». Это новое время и к другим темам. Народный штаб за строительство АЭС провел встречу с жителями Туркестанской области. Напомню, штаб организован, чтобы обсудить с казахстанцами важность строительства энергообъекта такого уровня. По мнению Ерлана Кушанова, председателя партии «Аманат», в настоящее время дефицит электроэнергии наиболее ощутим в южных регионах страны. По итогам прошлого года он составил там более 3 миллиардов киловатт в час. Он подчеркнул, что туркестанцы всегда активно поддерживают прогрессивные инициативы и политику, проводимую президентом страны. Помимо этого, члены народного штаба встретились с жителями села Орангай, коллективом кентауской ТЭЦ-5 и сотрудниками областной больницы, обсудив перспективы развития атомной отрасли. Любое важное решение, касающееся судьбы государства, принимается с участием народа и с учетом его мнения. Это непреложный принцип политики нашего президента. Он свидетельствует о формировании новой политической культуры в нашем обществе. Мы четко следуем каждому шагу и реализуем реформы поэтапно. Конечная цель заключается в том, чтобы каждый гражданин, каждая семья почувствовали их. Вопросы развития энергетики Казахстана сегодня обсудили и в Алматы. На встречу собрались представители бизнеса, общественных организаций и студенты. Участники отметили, что АЭС может решить проблему дефицита электроэнергии. Сегодня Казахстан сталкивается с кризисом из-за старых электростанций. 63 объекта, построенные в прошлом веке, уже не соответствуют современным стандартам. Необходим стабильный и мощный энергоисточник в виде атомной электростанции, которая имеет многоуровневую систему безопасности. Сейчас атомные электростанции, вы посмотрите, многократные блокировки, многократные автоматические блокировки ошибок персонала. Это разве не доказывает безопасность функционирования атомной электростанции? Наконец-то, ввиду двухторитетной системы, в ночное время, чтобы график не опускался, чтобы базовые электростанции, как атомные, работали в нормальном режиме, мы могли бы уже внедрять накопители этой энергии, которые будут в это время ночью заряжаться. В ходе встречи обсудили и проблему подготовки квалифицированных кадров в отрасли. К примеру, лишь в конце 90-х годов Energy University выпустил около 30 человек по специальности ядерные реакторы и энергетические установки. Участники отметили, что необходимо развивать специализированные учебные курсы и внедрять программы стажировок на действующих атомных объектах, а также привлекать ведущих мировых экспертов для обучения и обмена передовыми знаниями. Сейчас у нас также имеется заключенный меморандум с Институтом ядерной физики, и совместная подготовка может быть начата уже и в следующем году для атомных электрических станций. В Астане сегодня прошло первое заседание Совета министров стран-участниц организации тюркских государств. Главы Минюстов Казахстана, Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Узбекистана обсудили вопросы укрепления правового взаимодействия и их дальнейшего развития сотрудничества в правовой сфере. Особое внимание уделили цифровизации отрасли. Стороны подчеркнули, что это направление станет в будущем ключевым. Определенные планы и наработки уже есть. К примеру, Турция и Азербайджан готовы поделиться своими знаниями по подготовке законопроектов, отметил глава Минюста Казахстана Азамат Яскараев. А чтобы укрепить достигнутые договоренности, участники организации подписали Астанинскую декларацию. В декларации как раз включены основные моменты по сотрудничеству в направлении, в юридическом направлении. Это есть обмен опытом, обмен информацией, потом совместные усилия по гражданским правам, те же преступности, потом миграция, кибербезопасность. Все это связано, все в этом направлении. Смысл создания этого совета мы видим в том, чтобы обмениваться опытом, во-первых, в сфере законотворчества, в сфере судебно-правовой экспертизы. Мы планируем реализовывать наши в части цифровизации взаимные наработки, в части цифровизации органов юстиции. И нам тоже есть, что показать нашим коллегам. Более того, в части судебной экспертизы мы планируем обмениваться опытом с турецкой стороной по виртуальной аутопсии. В Актюбинской области новоселье отметили сразу 72 семьи. Жителям Иргизского и Тимирского районов вручили ключи от новых домов и подарили бытовую технику. Своими эмоциями и впечатлениями новоселы поделились с нашими корреспондентами. Жительница села Хумса и Тимирского района Нурья Жуменова обходит и рассматривает каждый уголок своего нового дома. Многодетная мама не скрывает радости. В полученном от государства жилье, в тепле и уюте она будет жить с супругом и четырьмя детьми. В доме созданы все условия для комфортного проживания. Подведены газ, вода, электричество, улица, где стоят новостройки, заасфальтирована и освещена. Строительная компания подарила каждому новоселу бытовую технику. Такой дом нам построило государство. Мы счастливы. Всем огромное спасибо. Очень рады. В Паводок мы жили у соседей в вагончиках, но все осталось позади. И думаю, что теперь, благодаря поддержке государства и всех казахстанцев, все будет хорошо. В Тимирском районе новые дома получила 21 семья. В Иргизском районе также состоялось вручение ключей от 51 дома. В районе после Паводка было принято решение построить 120 домов. Кроме того, для 41 семьи приобрели дома на вторичном рынке. В ближайшее время вопрос с жильем для пострадавших от Паводка будет полностью закрыт, отметили в Акимате области. С помощью частных инвестиций в сельском округе НУРА строится школа на 60 ученических мест, а также детский сад на 50 мест. Планируется, что до конца года объекты будут введены в эксплуатацию, после чего их выкупим. На сегодня ключи от нового жилья получила 371 семья в Тимирском, Айтикибисском, Уилском, Кабдинском, Иргизском и Мугалжарском районах. Строительство остальных 129 домов близится к завершению. По планам их сдадут до 15 сентября. Кроме того, 513 семей переехали в купленные для них готовые дома. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Жебек-Жуле, Актюбинская область. И на этом наш выпуск завершен. В информационной студии Жебек-Жуле политический обозреватель Газис Абишев. Он вновь готов поделиться своими мыслями по самым актуальным вопросам. И главный информационный повод сегодня – всемирные игры кочевников, которые в этот раз принимает Астана. Газис, добрый вечер, я передаю эфир вам. Добрый вечер, спасибо.